Вот вы говорите, что вы пережили встречу с Блоком. А может просто какое-то настроение хорошее, музыка приятная, погода хорошая, вот у вас такое сердце поет. Это просто эмоция, скажет скептик, нет? Меня как-то позвали в физтех на фестиваль с названием замечательным Think and Drink. И там у нас была беседа с физиком-профессором о бессмертии. Нужно ли стремиться к достижению биологического бессмертия? Потому что в физтехе есть мощная школа, которая занимается проблемами старения. Я прошу прощения, если я как-то некорректно выразился, говорю как профан в данном случае. Может быть, спор получился не слишком интересный, потому что мы с профессором срежем на том, что умирать лучше, чем биологически, жить вечно. Во всяком случае, в нынешней реальности. Большое достижение. Так вот, там, значит, один человек спросил, а чем вы это чувствуете, когда я сказал про чувствование Бога, как точки отчета. Но там это было все в формате такой очень быстрой дискуссии. Ведущие были очень резкие и стремительные, и нам не дали эту тему развить. А я потом мысленно этому упрошающему отвечал. Я мысленно ему говорил, но вот когда вы делаете открытие, вы ведь чувствуете, что сейчас вы сделаете открытие. Многие говорят об этом. И когда я обнаружил утраченный кусок из глав о ведении Осипа Хазаи, я чувствовал, что сейчас случится нечто. Я понимал, что сейчас это произойдет. И Колин Уилсон в «Парадитах сознания» очень здорово описывает это, например, опыт археолога. Чем вы это чувствуете? Это не только эмоция. То есть, опять, если ученые это опишут, если специалисты по физиологии мозга дадут этому описание, я буду этому рад. То есть я не буду видеть здесь что-то, опровергающее мою веру, потому что, как я сказал, опыт встречи, он здесь. Вот ты вроде бы это чувствуешь. В то же время есть то, что не свести к биологической данности. Ну, или опыт любви есть. То есть я спокойно отношусь к тому, что на уровне... Опять я, наверное, сейчас в терминах это скажу некорректно, на уровне физиологии мозга, на уровне биохимии можно описать, что происходит с человеком, когда он чувствует любовь. Не чувствует. Ну, когда он считает, что он любит, или говорит, что он любит, и действует, исходя из этого. Однако состояние человеческого «я» неповторимо. и его не сведешь к этой данности, по моему убеждению. То есть я бы сказал, что есть в человеке сила, которая чувствует, что открытие произойдет. Пусть ее опишут рационально. Это не отменит факта открытия, не отменит того, что это тот момент, о котором ты скажешь. Ради этого стоило жить, ради этого стоило потратить усилия многих лет. И эта данность, данность счастья, она не отменяется. Этими выражениями скептиков. То есть тут даже я не вижу предмета для спора. Вот сам. И вот это мой главный ответ. И еще попутное примечание к этому добавлю, по поводу хорошего настроения и прекрасной погоды. Для меня основополагающей стала концепция мира как школы. И опять тоже мне доводилось об этом говорить в разных вещах. Тоже семи стихов. Ну, скажем так, эта идея сформулирована была в антиохийской школе. Даже шире у Сергея Веринцева, глава «Мир как школа» в его поэтике и византийской литературе. Но Федор Мапсуистийский, грекоязычный богослов, антиохийской школы, он умер в 428 году. Он оказался забанен для византийского мира. И я всячески люблю его вспоминать, потому что для меня он стал вот... Ну, иногда хочется назвать его отцом отцов, но это слишком пафосно. Он просто стал для меня человеком очень ясным. Вот таким электриком, который вмонтировал лампочку, и все стало видно хорошо. Сам Федор считал, что так и нужно объяснять Библию, чтобы стало очень четко, без многих слов. Так вот, у него есть идея, что в мире ты из всего познаешь Божью славу. Из всего, не только из цветущего ботанического сада, но и из заледеневшей февральской грязи на асфальте в спальном районе Москвы тоже. Я для себя так это объясняю, что даже если я не чувствую, нет у меня изумленного взгляда сейчас, то сама жажда встречи с Богом, которая рождается тогда, когда трудно, когда неприятно или некрасиво, это тоже мистический опыт, жажда встречи. Но на самом деле, может быть, многие из нас в детстве помнят, что и заледеневшая грязь может быть предметом изумленного взгляда. Я очень радуюсь, когда такой детский взгляд возвращается на такие простые неприглядные вещи. То есть это не только хорошее настроение от того, что теплые ветери поют птицы, это годами может сохраняться настрой. И это нечто более глубокое, чем эмоция, потому что это сохраняется, даже когда тебе неприятно или когда ты злишься, и это удерживает от того, чтобы в гнев вдаваться. То есть это некое предстояние, которое не свести к эмоциям. Опять, если это смогут описать психологи, на самом деле мы с коллегами, с которыми мы занимаемся этими текстами, и стремимся такие мостики построить, мы формулируем вопросы к тем людям, которые занимаются изучением работы памяти, работы сознания, потому что я думаю, что детальные описания сирийской традиции могут дать здесь многое.